Огурцы, молоко, торты. Ярмарка выходного дня теперь на Магаданской площади. Рынок под открытым небом начал свою работу в субботу, 5 июня. 80 предпринимателей представили свою продукцию. Колбасные изделия, рыба, икра, мясо и многое другое. Как отметил глава муниципалитета Юрий Гришан, на Магаданской площади больше предпринимателей смогут представить свой товар. Да, мы сегодня переехали с рынка Фрэш на площадь Магаданскую. На самом деле это здорово, потому что там ограничения все-таки коронавирусные присутствовали, и все желающие не могли участвовать в ярмарке. И самое главное, что мы сегодня предоставили возможность сезонной торговли рассадой, кустиками всевозможными. Люди очень довольны, что наконец-то они начнут реализовывать то, что они в течение трех месяцев в теплицах производили. Организовали торговлю с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм. Посетителей ярмарки было очень много. Магаданцы с удовольствием покупали товары местных производителей, которых было немало. У нас Охотский берег. Товар Охотского берега, все у нас вкусное, все свеженькое, что есть. У нас сардельки есть, говяжьи, свиные, сосиски есть и аппетитные, и молочные, пикантный сыр. Вся продукция вот эта свеженькая, как вам сказать, грудинка у нас сыр копченый, да, вареная копченая. Потом у нас балык венский сыр копченый, шашлыки. На прилавке у нас есть семга, брюшки семги, окунь терпу, кунжа, балтус, зеледка, слайсы, скумбрия всякая разная. Так, ершик, юкала, балыки, камбала, хариус. Все есть узбекские, зелень есть, виноград есть, огурцы есть, яблоко есть, семь видов. Рук, картошка, морковка, капуста есть. Ну, здесь получается, у нас кондитерские изделия, рыжики всеми любимые, наполеоны, картошка, ну, рулеты. Ну, вот так торгуем, люди очень хорошо берут. Рынок будет работать каждую субботу до 25 сентября с 10 до 16 часов. Следующую ярмарку проведут в воскресенье 13 июня, поскольку 12 июня на Магданской площади пройдет празднование Дня России.